Моржи, бобры и строители. Треугольник проблем возник на берегу Камы. Запланированное на 1 июня открытие велодорожек на набережной может оказаться под угрозой. По словам строителей, в случае сильного дождя работы, идущие сейчас полным ходом, придется прекратить. Кроме того, реконструкции оказались недовольны местные отдыхающие. Подробности в нашем следующем сюжете. Вот видишь, протечки нету, она стоит. А если бы ее унизили, она бы протекала и ушла уходила. Ну давай, Володь. Вот чуть-чуть. Владимир Чурсин вместе со своими друзьями уже 20 лет в любое время года ходит сюда купаться. По его словам, раньше этот родник был самым чистым местом на Каме, но сейчас все в тине. Бобры перекрыли плотинами залив, и вода не обновляется. Не добавляют удобств и техника, которая с недавнего времени стала здесь работать. Челнинские моржи уверены. Реконструкция к добру не приведет. Натворили, поломали, а толк вот этот. У нас ведь ломать быстро сломают, а деньги закопать. Ну за три года закопают. Между тем, работы на набережной кипят уже неделю. Большая часть велодорожек практически готова. От пляжей до лодочной станции велосипедистов будет ждать полоса шириной 3,5 метра. Дорогу могли сделать и больше, но решили оставить место и для архитекторов. Это причальные карманы. Они создавались для того, чтобы здесь могли швартоваться корабли. Когда строители прокладывали дорогу, их хотели снести. Вот только чиновники не разрешили, назвав это частью архитектурного оформления. Возможно, в будущем здесь появятся скульптуры. Велодорожки должны быть готовы к открытию пляжного сезона 1 июня. А к Сабантую должен завершиться первый этап реконструкции. Правда, если не будет ливня. Дело в том, что строящиеся дороги рассчитаны только на велосипеды. Грузовики только испортят полотно. А другого проезда здесь просто нет. Дождь пойдет, вот это все затопит. Практически проезда нет. Несмотря на ограниченность во времени, вечером работы на набережной приостанавливаются. Ночью еще холодно. Делать разметку не позволяет температурный режим. Тем не менее, строители обещают уложиться в сроки. Кирилл Ерофеев, Михаил Матвеев, РЕН-ТВ, Набережные Челны.